Хмм, добро пожаловать на прохождение игры Moons of Madness, Луна Безумия. С вами, как всегда, и всё по-прежнему Децент, и мы продолжаем скитаться по базе. Ну что, загрузилось автосохранение, я правда нифига не пойму, где я нахожусь, был под землёй вроде... А, вот, да, комплексы кар. Господи, она повсюду! Гниль! Она распространяется, тянутся, и они идти повсюду, глупцы! Их нельзя сдержать! Так, поискай центр управления. Ну вот, собственно, где-то здесь мы и окончили. А, собственно, здесь и окончили. Ну... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! С щуплами в хлебало словил. Сдаётся мне, мне придётся пробежать. Чтобы меня, так сказать, не это... А если я... А, да никак. Ну, вперёд! Ой, блин... Вот это я пробежала. Так... Тут ещё всякие твари бегают. То бабы растения стоят, то, блин, щупальца какие-то твари. Вообще, кошмар, это чё ещё за херня? Это чё ещё за херня? Кошмар! Ладно Охереть, не встать Короче, он движется туда-сюда Периодически вылезает И идёт обратно, ну обалденно Так, ладно Ой, блин Зарос, зарос С последним сохранением, ёпта ведь Кошмар какой, а Мда Ну, кто ж знал-то, что Слезёбы читаки это Он, главное, в ту сторону бежал, а потом обратно Это какой-то коготь что ли, средний палец А кто луху Перемещается, вылезет из этого Фак покажет и обратно, да? Ха-ха-ха-ха-ха Обалденно Хорошая игра Ну ладно Будем теперь поаккуратнее Аккуратнее Долго? Беги! Так Короче, я сюда заходить не буду Пошли они куда подальше О, компьютеры Ну-ка, давайте глянем, что у нас там Чандра Ух ты мой, Орочи всех надержат за горло Мы получили заброшенные файлы Запрошенные файлы и разместили их на этой консоли для просмотра Файлы содержат подробности о способах воздействия на команду Инвиктуса Если возникнет необходимость ввести дополнительные меры наблюдения, мы готовы это сделать Желаем вам приятного визита Так, досье на Волкову На Ньюхарта Так, детская травма Страх быть покинутым Легкая степень социофобии Ключевой фигуры В вопросах зарплаты не торговаться Обалденно Деклан Злоупотреблял ранее Это пять лет тюрьмы Ха-ха-ха-ха Оборот героин Хороших кадров набрали Так Фу, Лукас, ну ни хренаж себе Так, Лукас Ван Бюрен Судебный приказ Запретительный судебный приказ Социопатические наклонности Трудности с чинем эмоций Так Да Вот тебе и Лукас Ну окей В жижу лезть не будем Блин, подходишь чё-то Твою мать Порча Гниль Что-то мне это место не нравится Больно оно огромное К беде, к беде Статуэтка Блин, господи Ты хоть что-нибудь можешь взять Вообще гуляем С голыми руками Нифига нету Кроме Фомки Твою мать Ещё вы здесь Ну только вас не хватало О Опять этот слезибун Ой, не очень хорошие звуки Очень не хорошие звуки К беде ёптать Обалдеть Походу я вовремя прошёл Хотя тут, блин Надо вообще По всем сторонам оглядываться Может быть ещё Фуá Что это? Какой-то ребёнок Щупальцем Ну порождение ктулху Амуртная масса Жесть какая-то Где на инженерии занимались? Так Срань, господь Ну это прям как фильм Чужие Ой, Чужие, Чужое 4 Когда там Рипли поклонировали И там была камера С ее неудавшимися клонами Вот что-то типа этого Жесть какая, а Просто крыша едет Твою мать Охереть не встать Он сдох Блин, это терминатор Шварценеггер полз Сару Коннор искала Ох, чувствую не к добру здесь Блин, какое-то место Все прямо в щупальцах И сейчас, наверное, в конце Должен появиться Хермеус Мора И предложить стать нам Первым драконрожденным Попавшим в апокриф А играем мы за миры, когда, оказывается У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у Не в известных нам пространствах, а между ними. Куда идем? Исследуем. Те, главное, в дверь пошли, а мы тут где-то шляемся. Ой, ну тут все заросло. Нет, все. Назад, назад. Здесь тупик. Все ясно. Здесь что? Надо подставить руку, но у меня такое чувство, что сейчас не сработает. Понятно. Сейчас, наверное, найдем... Я нашел сканер отпечатку, похоже, он открывает дверь в лифт. Только отброшенные части преграждают путь. Поломанные связи, вопросы без ответов. Код двери и этот найти. Короче. Сейчас, наверное, отрубленную руку найдем. Ядрить твое налево. Это че еще за херня? Для уроча мы все расходные материалы. Им мало было знать наши тайны все. Если они не смогут нас использовать, они нас просто заменят. Так, крупные нарушения перед получением... Или расконсервацией клонированных субъектов. Просим. О! Протокол резервирования. Чрезвычайной ситуации. Так, так. Копии всех астронавтов. Нифига себе, если че... Преастаса активен. Так и... В третьей капсуле и наш главный герой находится? Нифига себе. Выпускаем. Двое головы лучше, чем одна. Мать моя женщина. Это же... Это же мы все. Вся команда Инвиктуса. Мои оригиналы? Мои оригиналы или копии? Вот главный герой. Причем не полной комплектации, судя по тому, что я вижу... Демоверсия, так сказать. Ха-ха-ха-ха. Неактивированный. Ядрит твое налево. Еще клоны. Это, видимо, еще третья, да, модель? Она не прекращается. Порождение одного семени. Проросшие, нацарапанные под копирку. Они размножаются, как паразиты. Чувствительность — это сбой в органах чувств. Боля, рак питаемый реальностью. Так, мы экспериментируем с веществом, которое называют гнилию. Каждый образец надежно изолирован и ослаблен. Так, проверить цель эксперимента влияние этого загрязнительного на клонированную человеческую ткань. Или гибридную человеческую ткань. Или нормальную человеческую ткань. Если влияние не одинаково, то в чем различие? Молекулы атаковали клетки, однако процесс шел медленнее. Гниль вырвалась на волю. Пришлось надеть защитный костюм и выполнить все аварийные протоколы. Я ввел облученную сыворотку. Обычные эффекты выражены, но к ним можно привыкнуть. Они намного приятнее альтернативного исхода. Как такое случилось? Так, ладно. Голоса не умолкают. Сперва я игнорировал их, убеждая себя, что я несу... несуеверенно. Должно быть, это излучение. Мои конечности начали двигаться самостоятельно, но только когда я на них не смотрю. Мне приходится внимательно смотреть на них. Так, сегодня отрезал руку. Правая рука. Хорошую руку. Единственную, которая не подверглась порче. Чистую. Она вечно останется чистой. Запер хорошую руку в морге. Код 9510. Я ученый. Запрос в комнате с мягкими стенами. Все в безопасности. Все в безопасности. Я ученый. Ученый, ученый, ученый. КТОЛХОВ ТАРНК. Так, 9510. Окей. Погнали открывать. Значит, какую-то сыворотку вел, которая должен был что-то как-то сделать, но в итоге нифига не вышло. И пошло-поехало. Значит, здесь рука. Числа перестают иметь значение. В морге все не слава богу будет. Ведь он же где-то себя запер. Твою мать. Да что ж такое, а? Ой. Ой, ой, ой. Нахера? Нахера? О, боже. Мерзость какая. Приятный на ощупь инструмент. Нежный. Свободный. Есть рука. Ну, окей, поехали. Ой, бляха, вух. О, черт, давай же, ну, открывайся. Поехали, бляха. Дерьмо. Дерьмо, дерьмо, дерьмо. Быстрее. Сука. Сука. Блядь. Жми. Закрывайся, железяка срадная. Выкуси дерьмо растительное. Тьфу на тебя. Ой, 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 ой. Он сейчас сломанется. Пробьет стекло. Почему я пройти не могу? Сейчас пробьет стекло, да? Сгравитация лун странным образом притягивает. Она тянет за собой приливы разума. Это разрывает планету на части. Ты чувствуешь? Окей. Я такое чувствую, что сейчас за мной это... Нет, мы реально к хермеру с Морроу идем. Мой разум раскрылся, как ночной цветок, жаждущий летучей мыши опылителя. Я вновь падал сквозь безменные эпохи непостижимой измерения в мире древней внешней сущности. О, как гниль отбрасывайте. Корона окружает темноту. Охеренно. Не, все так просто. Сейчас что-то начнется. Ой, звук неприятный был. Слышали? Какой-то как ошметок упал. И судя по тому, что подвисает, походу сейчас начнется. Чудище в восьми головах. Несанкционированный доступ. Несанкционированный доступ. Сос, сос, сос. На этом мои полномочия все. Охрана в пути ждите уничтожения. Заперто. Что они там хранят? Заседание в 5.12? Какая странная точность. Гендиректор Орочи был здесь? Ерунда какая-то. Ищи, что дальше. То, что нельзя произнести. Это, вероятно, слово из четырех букв. Надо поискать подсказки. Новый дом. Орочи хочет построить здесь город-крепость. Выхода нет. Сам поглотить их. Они неизбежны. 4.23. Часы остановились. 4.23. А встреча... В 5.12. Значит, 4 монитора. На этом мониторе, наверное, последнее будет число. И оно, видимо, находится как-то между этими. Но это в теории. Это что? И выслал его Господь Бог из сада Эдемского, чтобы возделать землю, на которую он взят. Пыт. 3.23. 3.23. Обалденно. 3.23. 4.23. Любопытно. Любопытно. 3.23. 3.23. О! Ну, эта фигня не работает. И эта не работает. Так. 3.23. 4.23. То есть сейчас разница. Опять 12. Ну, тут пока я смысла не вижу. Пока что я вижу только... Только три числа. Ну, в теории. То есть 4.23, 5.23. А есть еще какое-нибудь число? Хоть что-нибудь вообще есть? Надо обыскать. 4.23, 5.23. Так. Эдем. 5.23. Получается, да? Так. Так и изгнал лорд-господь из садов Эдена на землю работать. Так. 5.23. Тут 4.23. Любопытно. Так. Ну-ка, что-нибудь есть? 4.23. 5.23. Почему там на 4 именно 23 застыло? Так. 4. Погодите-ка. Если это 5.12. 5.12. Больше похоже на 3.23. 3.23. Да. 3.23. 4.23. 3.4.5. Может быть имеет место быть какая-нибудь разница? Но все равно как-то недостаточно данных. У нас есть и демо. Который вращается. Я плюс еще могу хлебало вытянуть. 3.23. Вот. 3.23. 4.23. И 5.12. Может быть имеет место быть разница во времени? 3.24. 4.23. Что-то как-то даже это... Надо кофейку тяпнуть. Ну, единственное, что у меня здесь есть, это вот надписи данные. Новые. И время. Что-то я больше как бы нифига ничего и не нашел. Это настройки для проекта затмения. Это у нас... Тоже хер пойми чё. Короче, может быть идем попробовать? А? Ну-ка. Охереть не стать, вы серьезно? Мера пред... Так, если я пущу щит, смогу выйти из этой комнаты. Ох, блин. А я тут башку ломаю с этими числами. А тут вообще числа не нужны, тут буквы. Так. Ладно, числа, наверное, сейчас тоже пригодятся. Неспроста они застыли. Проект симметрия. После взлома на тебя обрушится поток. Они проникнут внутрь, и ты перестанешь быть собой. Так. Фрагмент заволновался. Персонал не справляется. Проект затмения остановлен. Протокол активирован. Дверь автоматически откроется, если предмет исследования затмения вырвется на свободу. А-а-а. Чрезвычайный протокол. Отец. Асирана потерпел крушение. Закрываю проект затмения. С помощью ангела. О-о-о. Летальный аппарат. Бессмертный механизм. Несанкционированная передача. Стук. Приглушен разговор. Эмми спалил наши системы, и прямо сейчас мы несемся к Марсу. В жопу протокол, в жопу врачи. Ну, все уже все поняли. Доктор Бахадури вытащил короткую спичку. Я помню, коронную спичку. Когда не сработало управление тепловым экраном. Пора убираться сюда. Интересно, эти консоли имеют какое-либо отношение к проекту затмения? Ну, тут написано, затмение было где-то. Запустить проект затмения. Использовать последним. Вот эти вот штуки использовать последним. Получается... Активируем. Блин, хер поймешь. Ну, либо на максимуме вот этот вот... Где-то листок должен быть оборванный. Коммуникация. Так, 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 требуется... Ага, даже используйте настройки. Свет 20, звук 100. И этот 100. Освещение. Так. Ага. Ага. Твою мать, я все ровно сделал? Вроде по инструкции. Это че еще за херня? Поднимите мне веки. Нахахах, хтанг! Воистину, лахтанг! Ну-ка! Че теперь делать? Теперь сюда? Блин, музыка такая заиграла. А че такая музыка играет? Как будто, блин, это... Все. Конец настал. Че у меня к дверите? А она закрыта. Стазис. Тут есть настройки чего и как? Так. Введите код активации. Какой же код активации? Наверное, код активации... 5.12, по всей видимости. Там пошла жара. Работает? Твою мать. Запустили. Сейчас освободим эту херь. Зараза освобождается. Сливная трубация. Отлично, да. Подключай. Все, сливной бачок сейчас дернем. Ой, я при ходу ловлю кубы вижу. Ёвы, да че ж такое? В загрузку улетел. О! Знание поглощено. Кабинет нашего семейного психолога. Я все еще чувствую затлый запах кожаного дивана. Родители привели меня сюда, когда у меня начались кошмары. Я понимаю, что некоторые могут считать мое поведение навязчивым, да. Мы не можем не соглашаться в тонкостях, но я не могу позволить этому продолжаться. Только не так. Мой отец часто говорил, Синти, у твоего мозга есть собственный рот, пожирающий книги. Я была ненасытна. Я научилась видеть данные там, где никто даже не думал искать. Но я никогда не думал, что это поглотит меня, лишит меня моих достижений. Что это затронет моего сына. Я так больше не могу. Второй рот в моей голове не перестает есть. Это никогда не прекратится. Я... Я знаю, как это звучит. Первая неделя. Новый пациент. Шэнь Юхард. 7 лет. Пол мужской. С матерью Синтией. Так, ночные кошмары. Мать уговорила его описать кошмар. Монстр, состоящих из лиан, усиков и зубов. Он подчеркнул наличие зубов. С человеческими руками и лицом. Лианы ползут из теней и заполняют комнату, переплетаясь друг с другом. В конце концов, они придавливают мальчика к кровати. Все оставшиеся... Все оставшиеся пространства — это маленький темный туннель, через который это существо смотрит на него с другого конца комнаты. И мальчик видит его даже с закрытыми глазами. Его лицо с каждой минуты становится все ближе, но мать всегда успевает разбудить Шэйна до того, как существо укусит его. Шэйн испугался сильно, и остальную часть сеанса его пришлось утешать. Для того, чтобы установить с ним контакт, мне нужно провести несколько сеансов. Так, физиологических причин нету. Генетические предпосылки, может быть. Карманные шахматы. Мать про себя не любит говорить. Так, диссоциативный эпизод. Ну, понятно. Несколько личностей. Может ли кто-нибудь мне сказать, как получить доступ к пространству между нами? Это я в чё наступил? Так. Отличная попытка, Глория. Однако, в то время как дороги Агарты действительно пересекают просторы времени и пространства, коридоры между снами — это отдельный вид путей, и они пересекаются с дорогами только в очень редких местах. Ответ. Двери света. Говорят, что легендарные дороги Агарты могут провести сквозь пространство и время, но это неправильный ответ. Это очень актуально, Адам. И хотя полный ответ на этот вопрос довольно сложен, это всё равно неверно. Двери вселенной, червоточные горизонты событий позволяют отправиться в невозможные места. Какой характерный ответ, Руперот. Это интересный теологический парадокс, но он ошибочен. Врата небес. Господь держит ключи к дверям вселенной, и по милости его нам позволено войти. Может, это сразу Йогут Сога, да? Хранитель врат времени и пространства там. Чего оно? Очень хорошо. Правильный ответ — спящие. Спящие были, спящие есть, спящие пребудут. Не в известных нам пространствах, а между ними. Они безмятежны и первобытны, безмерны и невидимы для нас. Они могут дать нам глубокие знания, посвятить в тайны вечности. Ну а ты как древние были, древние есть, древние будут. Знаменитые изречения. Мда. Ой, блин, все заросло, все заросло, мать его. Я с трудом замечаю, когда это происходит. Вчера я видела свет струящийся через кухонное окно. Пылинку, освещенную, висящую в воздухе. Остаток дня я провела в своем кабинете. Занимаясь исследованиями, меня обвинили в самоизоляции. Но я та же, кем была всегда. Одиночка, изолированная от мира знанием. Представьте себе, что вы открыли словарь новых слов для описания вселенной слов, которые никто другой и представить не мог. Обещание безграничного знания ненасытному уму. Стоит ли удивляться, что мне трудно заниматься? Но я должна была сделать выбор. Я защищаю его. Я должна попытаться. Моя вселенная — это Шейн. Ой, ёбать. Тут, наверное, сейчас где-нибудь Макс Пейн бегает во снах своих. Ну, а книга эта... С тех пор, как ты открыл книгу, уже слишком поздно. Всегда слишком поздно. Пороче, связались со мной на этой неделе. Они уже обращались ко мне несколько раз. Они знали о красной планете. О близнецах. Они подозревали о многом, но не раскрывали все карты. Как и я. Шейн заглянул в книгу. Одного взгляда было достаточно. Они не узнают ничего. Они бы ни перед чем не остановились, чтобы заполучить его. И вот поэтому, доктор, если я узнаю, что Рочи связалась с вами и выдали им то, что я вам сказала... Вы узнаете, насколько я преданная мать. Итак, вас интересуют спящие? Ну-ка. Усики, зубы. 14 недели. Состояние пациентки нестабильно. Бессмысленное бормотание. Прошло несколько недель. Так, Синтию передали более опытному врачу. У меня проблемы со сном. Я то внезапно проваливаюсь в глубокий сон, то долго не могу уснуть. Офигеть. Жесть какая-то. Ой, блин. Ой, блин. Сраные щупл... Мне надо до них смотреть, чтобы пробежать, да? Пошли нахер. Я ульнияр, я мблдлах-всихах. Я ульяр, мбдлах-всихах. Ай, я хидра! Ай, я ктулхоя бакон! Зачем ты это делаешь? Они не могут проснуться. Луна склоняется над нами. Это всего лишь великолепная формула. Прошу тебя, помоги мне. Я помогаю, как и раньше, так и в будущем. Черт возьми, кто ты? Шейн? Прости, Шейн. Я сделал так много ошибок, ты не должен был оказаться здесь. Мама? Почему ты... Как ты сюда попала? Любопытство привело меня сюда. Страницы Некрономикана открыли мне совершенно новую математику. И путь в мир грез. Я не знала, что, сделав выбор, уже никогда не смогу вернуться. С тех пор это решение давило на меня. Давило на тебя? Ты хоть представляешь, что стало с нами после этого? С папой? Твой уход? Он сломал его. Мы искали тебя много лет. Шейн, пожалуйста. Послушай. Это ты была на базе все время? Преследуй экипаж. Сводя нас с ума кошмарами. Прекрати. Борьба разрывает мою душу. Мне нужно сосредоточиться изо всех сил, чтобы остаться здесь. Мне нужна твоя помощь, сынок. Мы должны действовать быстро. Когда корабль проходил между лунами, сон спящих близнецов был потревожен. Весь этот хаос, который ты видел, вся эта гниль, этот ползучий ужас. Только части разрушений, которые они могут принести. Если они испортят механизм, то луны Марса, спящие, проснутся и поглотят всю реальность. Ты бросила меня. Оставила нас ради иллюзии. Какого черта тебя волнует реальность? Реальность — это то, где живет мой сын. Что мне нужно сделать? Найди механизм Гии. Я помогу тебе сделать то, что нужно. Помоги мне, Шэнь, помоги мне повернуть вспять то, что было приведено в движение. Пожалуйста, не уходи снова. Не волнуйся. Вместе мы со всем справимся. Сейчас теперь это появится. Жуткая версия мамаши. О-о-о. Едем в таган. Ну и куда? Куда-то очень классно приехали. Наверное, приехали в игру Зов Ктулху, да? Сейчас окажемся там. Ну, по всей видимости, что идет загрузка так долго, видимо, туда мы и попали. Управлять мир картом. А где еду? Бля, хамуха, нахер иди. Шэйн? Шэйн? Декланд, прости. Я... Я не знаю, что случилось. Там внизу столько всего. Клоны, контроль сознания, спящие. Спящие. Декланд, мы должны найти механизм Гии. Это единственное, что их сдерживает. Все. Гниль, кошмары, мои галлюцинации. Они связаны. Нам нужно найти механизмы. Шэйн, Шэйн, притормози. Мы внутри, тебе нужно добраться сюда как можно скорее. Черт, С2 тут останется, мы должны найти его. Хорошо, мы найдем эту машину. Потому что я понятия не имею, о чем ты говоришь. Но смысла в этом, черт подери, больше, чем во всех остальных сегодняшних событиях. Все, пора валить отсюда. О! Фу! Вот это жесть. Окей. Ой, блин. А с кислородом-то беда. Давай, заправляйся. Ти-ви. Другое дело. Закройте заднюю дверь. Да закрываю. Она же вроде автоматически закрывалась. Но не всегда, видимо. Поехали. Че-то какая-то жизнь, значит. Ну, поехали. А как он в лифте оказался? Вот мне вот интересно. Как он туда перенесся? Че случилось, когда мы открыли? Там шланги отсоединили. Канализационные. Да. Здорово, ребят. Боже мой. Я уже подхожу к двери. Она огромная. Этой каменной резьме должно быть тысячи лет. Помнишь записи с аэроскопа, который ты нашел в Аргусе? Это наверняка то самое место. Встретимся внутри. Да, но встречаться внутри мы уже будем, друзья, в следующей серии. Потому что что-то очень больно круто. А пока постараемся не улететь параллельно в другие реальности. Ссылка на плейлист группы ВК, Фейсбук, Твиттер, а также на другие интересные и крутые прохождения, включая прохождение по вселенной Лавкрафта, там кто лхуй, а затоты, йогат, соготы, ужасы и прочее. Снизу в описании под видео. Рекомендую к просмотру. С вами, как всегда, был Доцент. Пока-пока.